Председатель Народного собрания Карачаева-Черкесия Александр Иванов принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Он подарил школьные принадлежности и рюкзаки ребятам из многодетной семьи. Альбина Ламкова продолжит тему. В школу идти? С каким настроением? С хорошим. Ответ уверенный, готовый, но это морально. Поэтому рюкзаки со школьными принадлежностями были кстати. В семье Поповых семеро детей, четверо из них – школьники. Глава семейства в зоне СВО. Он шел добровольцем. Имеет несколько военных специальностей. В прошлом – участник боевых действий. По словам жены Марии Васильевны, он не смог остаться в стороне. Когда началась специальная военная операция, отправился защищать Отечество и свою семью. Все-таки это помощь, приличная помощь, если по-хорошему взять. Ну и самое главное, наверное, эмоционально все-таки. Это очень приятно, что не забывают и поддерживают. Все остальное уже будем ближе, наверное, к первому сентября покупать, потому что детки все-таки растут быстро летом. Единственный сын семьи Поповых служит в армии и уже заключил контракт. Из сестер самая старшая Аня. Она студентка и во всем помогает маме. Как по хозяйству, так и по воспитанию и обучению сестер. На съемной квартире живем. Честно говоря, без отца, да, сложновато с девочками. Тоже скучаемся очень сильно. Очень сильно все переживают. Мама и мы все. Очень надеемся, что вернется, все будет хорошо, все наконец-то скоро закончится. Брат тоже сейчас по контракту у нас служит. Как его зовут? Его зовут Данил. Лада и Арина пойдут в первый класс. Ждут первое сентября с нетерпением. Я научилась читать буквы. Я знаю благодаря своим сестрам. Они помогали и учили мне. Я очень хочу в первый класс пойти, потому что я выйду там уже очень умная. Гостям девчонки с удовольствием рассказали, чем любят заниматься в свободное время. Самая маленькая – сестер Мила. Ей пять лет. Увидев красивые портфели сестер, не против пойти в школу. Синхрон. Хочешь вообще в школу идти или нет? Хочу. Деньги из семейного бюджета, который откладывали на портфель и некоторые концтовары к школе, можно будет теперь расходовать на школьную форму и другие обновки детям, рассказала Мария. Альбина Лакуа, Мухаммед Ашибуков, Вести, Корчаева, Черкесия.